Выгорела подкапотка. Происходят какие-то косяки мелкие, крупные. Катаются замаскировать, обмануть. Тебе очень известные. Нигде ни фотографий, ни номеров, вообще ничего. Самый высокий чек. Надо говорить, что за тачка? Не буду. Вас не спасет от пескоструя, пожелтеет, начнет трескаться. Самый трэш, который ты слышал в вашей индустрии? О, у ребят сгорела тачка. Выгорела подкапотка. Я не в тиш там. Макли сделали, и клиент до сих пор не знает. Вот это палило. Самое страшное, что когда происходят какие-то косяки мелкие, крупные, пытаются замаскировать, обмануть. Мы так не работаем. У нас есть какой-то специаль. Вот, например. Сань, что, сломал, нет? Еще пока нет. Вот, если у нас какой-то косяк, мы звоним клиенту, говорим. Так и так, такая ситуация. Мы ее решим. Нам там, допустим, нужен день, к примеру. Там либо найти что-то, там купить. Нет, не бывает ситуации, которые не решаются, мне кажется. Нужно будет купить тачку, купим машину клиента. То есть не проблема, не панацея, никаких там что-то придуманных вариантов решения нет. Оно есть. Сломал, купил новое. Все. Это не проблема. То есть, допустим, при перекрасе машины, ну, у тебя, я даже вот в Lexus-центре красил, я находил нюансы, потеки, мусор не находил, но все-таки в закоулках все-таки, ну, заполировать нормальный деталь не получится. И у тебя руки человеческие, они никогда уже не покрасят, как, ну, завод. Как-то. Вот. И в перекрасе есть риски пыль, ну, что-то, ну, как бы шагренито. Отдавая тачку в детейлинг, в принципе, переживать не за что. Абсолютно, смотря в какой. То есть, если человек... Ну, в среднем по больнице. Нет, смотри, вот для меня это рынок. Так же, как есть продуктовый, там, дешевый магазин, да, вроде бы как. Есть класса, там, премиум магазин, в который ты приезжаешь, ты понимаешь, за что ты переплачиваешь. За то, что ты не натыкаешься никогда на просроченный материал. За то, что с тобой вежливо здороваются на кассе, вежливо провожают тебя. Так же они тебе предлагают какие-то еще свои услуги. Консультант предлагает тебе что-то. Это сервис. Если человек хочет это все получить за бесплатно, ну, такого не бывает. То есть, по факту, рынок, он состоит как? Ты хочешь вкусный кусок мяса съесть, как бы есть за 500 рублей, там, шашлычки. Но ты же хочешь, чтобы тебе принесли все красиво, поздоровались. Пойду в мангал. Пойдешь в мангал, а дашь за этот кусок пятак, да, если у него шпс 3, 5, 7, там, что-то такое. То есть, по факту, все упирается в сервис. То есть, в плане нашей индустрии, нашего ремесла тут такая же аналогичная ситуация. Ты приехал в гараж, тебя интересует в первую очередь цена, но дальше последствия. То есть, если тебе пропилят тачку, как обычно, как правило, в таких заведениях действует гарантия до ворот. То есть, как только ты перешагнул ворота, ты не увидел, а обнаружил спустя какое-то время, тебе говорят, слушайте, вы уже час ездите где-то, а вдруг вам кто-то это сделал. То есть, поэтому, выбирая детейлинг, нужно обращать внимание на факторы, что какой сервис там предоставляют гарантийные какие-то обязательства и обслуживание. Мы со своими клиентами работаем исключительно, наверное, не как у нас проблема, реально. То есть, мы когда-то с тобой тоже познакомились, мы особо и не общались, а у нас как-то это перетекает больше в дружбу. Есть какие-то моменты, которые мы входим в положение очень в большинстве случаев и оказываем какие-то услуги, причем по гарантии, но они не касаются гарантии. Там на мойке что-то подбили, конечно, брат, приезжай, мы поможем, сделали, денег не взяли. То есть, у нас были случаи, там, клиент на прадике, ему сбрили его на мойке, там, ну, капец. Причина, проблема была, что он не приехал на гарантию, на коррекцию. Мы просто взяли и переклеили бампер. Переклеили. Это кусок стоит очень хороших денег пленки. То есть, нужно выбирать правильное место, кто в дальнейшем окажет вам качественную услугу и будет исполнять гарантийные обязательства. Вот смотри, вот здесь вот генезис и вот, допустим, продов 150-й. Толщина лака, там, ну, их надо полировать разными пастами. Разные связки, разные круги, разные, все разное. То есть, одни лаки есть, там, мягкий лак, твердый лак, керамолак. Обычно, ну, то есть, ну, это вообще. Там, кстати, в центрах другие связки люди используют, потому что у них больше европейских тачек. У нас здесь больше и поршек. Даже при нанесении пленки разница есть. Если этим не заморачиваться, то ты сточешь лак, допустим, ну, неподходящей пастой, валиком, этим кругом, допустим, больше съешь лака, допустим, с генезисом. С хлебом. Съешь лака с хлебом. Нет. Тебе важно подобрать связку, чтобы в конце этапа, ну, по полировке. Тачка блестела, а не была мутная. Комбо было, да, да, да. Чтобы, допустим, отполировать тачку, у тебя же есть, там, начальная стадия подготовка, да, там, середина, процесс. Кто она? Кто она? И финиш, финальный этап полировки совершающей, чтобы автомобиль был без голограмм, без каких-то, ну, максимально убрать царапины и голограммы. Здесь связка по комбинации будет совершенно другая, как по сравнению с Тойотой. Здесь более мягкий лак, здесь более твердый лак. Поэтому другой круг, другая машинка, другая опасность. Другой мастер. И не этот город. Так, переместились к GLS-у и напрашивается вопрос. Самая дорогая машина, которая к вам приезжала на работы, на любые, на любые, именно стоимость автомобиля? Слушай, я не знаю, но гелики 25-30 миллионов. 30 миллионов. У нас в городе, у нас был однажды звонок, нам не буду говорить, нам сказали, у меня есть вот такая машина, мне нужно сделать вот это. Мне нужно, чтобы в помещении никого, кроме мастеров, вообще никогда не заходило, не подходило к машине. Я очень известный, нигде ни фотографий, ни номеров, вообще ничего. Инкогнито. Ну, что я сказал? Да, хорошо, прайс вот такой. А, понял, до свидания, все. То есть, ну, нет у нас очень дорогих машин, если они есть, ну, у нас таких машин. Новый гелик, в общем. Ну, было. Ну, сейчас это... Ну, вот, недавно дали. Ну, вот сейчас ценник 27500. Ну, значит, порядка 30 миллионов. ГЛС и ГЛЕшки, что еще, М4, Competition, ну, такие тачки были. Ну, порядка 30 миллионов. Самая бюджетная машина. Фит дороже Аква. А фит какой? Старый. Ну, старый какой? 2006-го. 2005-2006. Ну, такие машины приезжают. ЖЕ кузов. Слушай, есть люди попадались, которые реально, вот как я вначале видео говорил, что человек любит свою машину. Она пригнала женщину на химчистку машину. Тачка стоит там, а, не только химчистку полировку еще. Там, то есть, прайс был порядка 100 тысяч, еще какие-то работы проводили. Машина стоила там порядка 300 тысяч. Человек просто сказал, я не хочу ее продавать, мне она нравится, я хочу ее привести в порядок и дальше продолжить действовать. Ну, то есть, я думаю, самая дешевая машина, наверное, ну, 1200-300. Да, 300-200. В принципе, если бы она добавила 1050, можно было привезти распил на запчасти. Да, да, да. И просто поменять салон. Тогда следующий вопрос на эту же тему. Самый высокий чек. То есть, просто сколько работ было по автомобилю? На какую стоимость? Почти 2 миллиона рублей. Надо говорить, что за тачка? Не буду. Ну, там была тормозная система, там были диски, там была оклейка, там были мелкие работы по окрасу после некачественных оклеек, потому что тачка была порезанная. Мы начали демонтировать старую пленку, причем именитое такое место, старичковое. Порезали всю кузовщину, мы, то есть, там крыло снимаешь, пленку, оно вместе с краской. То есть, мы сразу... Но это не ФИТ-ЖЕ. Нет, нет. Короче, много деталей было. Покрас, полировки, антихромы, трасса, что-то по салону делали. Короче, крутой проект получился, реально. Тачка эта ездит в городе, она очень круто выделяется. Это не один проект, который мы сделали. Когда человек сказал, примерно стоимость, и что примерно будете делать? Мы ему там-там-там-там, то есть, там глянец, антихром, там разбавим, там подобное. Ну, в общем, самый большой чек почти 2 миллиона рублей. Самый низкий чек? Тысячу рублей? Нет, мы не берем 13-й год. Бесплатно, блядь. Ну, давай вот здесь, как вы сюда заехали. Нет, бесплатно не берем. Ну, вот взяли, ну, то есть, человек приезжает, типа, ребят, вот надо сделать вот это, сколько стоит? Ну, и это самый низкий чек был. Что это было? Ну, то есть, чтобы было понимание, ну, вообще, то есть, дитейлинг, это не только 2 миллиона рублей, вот эти GLS-ы. Нет. Тут зависит от того, мы берем только, в основном, комплексные работы. Если автомобиль к нам становится, там, на поляру. И все-таки самый низкий чек. Тысяча рублей. Две тысячи. Зона под ручками поклей. Зона под ручками. Ну, кстати, да, это актуальная тема. Да. Это реально стоит, там, тысячу-две? Две тысячи рублей, четыре зоны, ну, зоны под ручками. Два умножить на четыре? Нет. В общем, две тысячи рублей, по пятьсот рублей за штуку. Но, когда ты мне позвонишь, я скажу, зачем этого? Давай клеить все. Давай, давай, нет, зачем? Тебе, значит, тачка отпесоченная, там, тебя это не смущает? Ну, вот зоны под ручками я сделаю. На какой машине ты видел самые яркие эмоции? То есть, человек просто стоит и непонятно, ну, у него сердце бьется или, ну, то есть, визги, слезы, смех там. У меня мураши. Вот это моя самая любимая тема. То есть, это каждого клиента, я помню, тех людей, которые именно испытывали эмоции, со слезами на глазах тачку забирали. Это Саня, мы очень хорошо общаемся. Это не две тысячи рублей? Это не зоны? Нет, нет. Это ГЛЦ Купе. Они с его девушкой пришли. Это были капец какие эмоции. Это здесь слезы были. То есть, я видел накапанные слезы на глазах. Это была куча эмоций. Потом... Подожди, а что вы сделали? Там лобаж заклеили? Нет, просто помыли тачку. Взяли за это 500 тысяч и отдали. Мы там сделали антихром. Колеса поставили, отполировали. Ну, в общем, прям визуально поменялось. Потом его заклеили, да. Там черная крыша и тому подобное. Потом видел эмоции, которые расстроенные были. Ну, нет, не расстроенный, а человек вот так стоит. Ну, да, пойдет. Да нет, нормально, нормально. Хотя там колоссальное перевоплощение тачки были такие. Ну, человек, видимо, переживал. Не знал, когда выразить эмоции. Но, еще раз говорю, были очень много клиентов. Я их могу перечислять. Вот начиная от Сани, это было такое. Были клиенты, приехали две тачки забирать. Это был Аккорд и Камри. Они два совершенно незнакомых человека. Выходят на зону выдачи. Заходят, вернее. Они знакомятся и говорят, блин. И начинают спорить. Они между собой, он говорит, смотри, ты видел мою тачку. Он говорит, да ты смотри, слушай, ребят, вы капец. И они друг другу показывают на своей тачке. Да ей была хана. Да и моей был, блин, ребят, это капец. Это вышка, это пушка. Они написали комментарии. И, кстати, имена, по-моему, если не ошибаюсь, там один Дмитрий и второй Дмитрий. Я не помню, честно. Ну вот даже на два дизе отзывы у нас это все настоящие отзывы. Клиенты оставляют. И там они в один день, по-моему, написали. И два одинаковые. Ну, короче, это круто. Кто уж обычные клиенты? То есть бизнесмены, там, я не знаю, девушки-блогеры, обычные водители, гики по тачкам, которые вот строят, вот как ты строишь 80, но максимум ты ездил там на русский. Ну, кто обычный, портрет клиента, который вот появляется здесь каждый день? Ну, наверное, я так думаю, это обычные автолюбители, но которые просто ухаживают за машиной. Есть люди, которые новички в этом деле, они звонят, я их приглашаю на консультацию, и мы разговариваем. Мне важно услышать, для чего человек это делает, те услуги, которые он придумал для себя, а дальше зависит уже от того, что мы можем предложить. Но, опять же говорю, вот от мала до велика клиенты бывают на приусах, на обычных, да, гражданских машинах, а здесь клиенты, ну, на дорогих машинах. То есть абсолютно, я думаю, разные люди, но люди, которые любят свои тачки. В процентах мужчины и женщины кто больше звонит, обращается? Женщин процентов, наверное, 10, остальное все мужчины. То есть все-таки это конь? Да. Которого хочется там. Это как в Непале, ну, между Китаем и Гималая. Это где-то здесь, да, за городом? Да. Там, значит, там ослы ходят в горах, то есть это, ну, транспортная компания у тебя состоит из ослов. Вот. И они, ослов тоже, у них красивые там, как они называются, такие штуки, где они... Амбессы, копыток, тюнины. Нет, серьезно, у них там красивые всякие... Нарюшечки? Да, там висящие, там штуки, там, ну, это тоже, ну, как бы, тюнинг, извините меня. Седло заряжено. Да, седло заряжено. С подогревом. Твои тачки, вот у тебя 80, да, то есть она там такой, как бы, проект такой, ну, там и тюнинг, и ходовая, там, и что-то там, вот эти вот у тебя багажники. Но винил она заклеена сейчас. Другие твои машины, они что, из детейлерских услуг на них сделаны? Поклеенные там, покрытые там, чем-то. Все. То есть, по сути, я со своими тачками... Реально? Да, реально. Вот мамина тачка. Мама мне позвонила, сказала, сынок, ты что, у тебя детейлинг, а мама ездит, ветровик отваливается. В общем, ну, полировка, керамика. Почему? Потому что у тачки уже состояние, оно не тянет на клейку. Ну, просто не тянет. Все, здесь нужно всю тачку перекрасить, потому что там от песочины просто абсолютно все. Тачка с 15-го года эксплуатируется. Поэтому здесь только целесообразно поддерживать состояние полировка, химчистка, там, какие-то мелкие плюшки. В моих автомобилях, там, допустим, если говорить о гелике, у меня заклеена передняя часть. Сейчас я жду очередь в малярку. Мне нужно покрасить фондера, потому что они в плачевном состоянии. Есть мелкие какие-то косички. Буду доклеивать весь кузов, потому что однажды я отполировал, заехал на мойку. Здесь мы все заняты. То есть заехал на мойку, отдал хорошую кассу, и мне зачесали весь кузов. Некачественная мойка. То есть разбираться, догонять, ну, я думаю, это целая проблема. У нас на это время нет. Вот. 80-ка, она также, когда была приобретена еще в штатном состоянии, это была полировка, это была химчистка. Но сейчас что, замена цвета винил, сороковые колеса, ну, сам видел. Ребят, это Prada нашего клиента, пробег 34 тысячи. Вот, сразу заехал, делает какие работы? Отклеиваем зону риска, то есть переднюю часть, без лобового стекла, оклеиваем дополнительно амвес. Бонусом, так как клиент от вас, оклеиваем зону посадки, металлические пороги, зона под ручками, по мелочевке. Потом полировка, керамика, химчистка, установка охранного комплекса, притемнение передней и задней оптики. Ну, я считаю, у него нету, ну, я вот посмотрел, ну, сколов не нашел, 34 пробег. Это вкрапление уберется. Ну, я считаю, это очень правильно. Тачка только заехала и сразу же, вот, сделать на нее защиту. Человек поделился, что он маме путемушину. Класс. То есть, и, блин, с какого ракурса не постри, я считаю, это очень хорошее. Пусть даже, наверное, да, вот взять либо чуть-чуть на коже, ну, чуть-чуть больше опций, но и у тебя денег не остается на защиту. Я бы, наверное, бы, ну, нашел бы деньжата, либо бы пожертвовал бы люком, каким-нибудь обвесом моделиста, ну, на защиту. Почкой. Но, видишь, у меня просто такая машина, она бы, у меня поехала бы в кусты. Ну, да. Вопрос. И вопрос следующий. Вот, не хватает деньжат. Ну, вот, прям вот, ну, не знаю, ну, вот, что-то, вот, нету, знаешь, там, свободных денег, чтобы вот, там, заклеить весь кузов, зона риска, то, сё. Что ты посоветуешь? Не обязательно в крутых детейлингах, может быть, даже в гаражах, там. Ну, в общем, ну, у человека складывается, что ребята нормальные. Что ты посоветуешь? Как защитить бюджет на тачку, там, может быть, класс ниже машин. Как защитить машину? Стрейч-пленку. Ну, серьезно. Да, ну, не бывает дешево и хорошо. Ну, не бывает. Надо найти баланс. Вот, чтобы ты посоветовал людям, вот, которые хотят защититься, может быть, они не клиенты таких детейлингов. Ну, то есть, где красиво, кофеечек наливают, все там. Не поверю. Не поверю в то, что человек не готов. Значит, айфон мы покупаем за 150-200 тысяч рублей. И у нас есть варианты. Вот у меня вот это стекло стоит 1800. Прям падал вот так. Ну, не это. А есть стекло, да? Чуть упало и колется. Да. Но в защите, я думаю, то же самое. Да? Однажды мне кто-то от тебя звонил за 40 тысяч, просил пленкой заклеить машину. Ну-ка, напомни, кто это был? А, ну, пикапчик. Вот, заклеили его? Нет. Хотя бы тогда, я не могу посоветовать кого-то, чтобы человек поехал и сделал это за бесплатно, либо за дешево. Хотя бы нужно заклеить зону риска. Хотя бы. Сэкономить на этом не получится. Ну, не бывает это бесплатно. Бывает это дешево где-то в гаражах, где там максимально большие риски, как там порезы кузова. Когда показывают сейчас кучу в инстаграме нашумевших видео, где там, думаете, мы режем кузов, смотрите, там на шею ложат себе антигравийную пленку полиуретан, и мастер типа режет и разрывает типа пленку. Слушает, но это ты на кусочке целенаправленно сделал. Мы знаем, как режут кузова. У нас не один автомобиль приезжал. Мы видели такие тачки дорогие, и так сделано отвратительно. То есть лучше едьте, накопите, отложите так же, как вы. Все равно люди делают дорогостоящие покупки. Зона риска начинается в нормальном месте, в хорошем детейлинге от 95 тысяч. От 95. То есть это у нас здесь, в Приморье. В центре России там и за 55 можно найти. Я до сих пор не могу понять, как здесь Китай не продвигается особо, да, пленка китайская. А там, оттуда, сюда еще народ тянет китайскую пленку. Для меня это вообще дико. Мы на границе с Китаем. Никто особо этим не заморачивает. Ну, есть ребята, которые штампуют китайскую пленку, клеят китайскую пленку, но говорят, это Люмар. Люмара нет на рынке у нас. Ну, сейчас здесь нет этой пленки. Даже какие-то через Казахстан, через... Можно по овердикому прайсу, но я думаю, человек не готов будет отдать там 200 тысяч за зону риска. Потому что это Люмар. Ну, мы этой пленкой никогда не работали. Я не могу сказать, что она плохая либо хорошая. Нам она не нравится. Ну, это с нашей точки зрения. Нам удобно работать другими материалами, которые давно себе зарекомендовали. Поэтому копите деньги, люди, люди, деньги откладывайте и клейте зону риска в нормальном месте. Чтобы у вас были какие-то гарантийные обязательства перед вами у мастеров, у специалистов. Ну, и не нарваться на какую-нибудь фальшивку. В общем, самая бюджетная защита – это не ездить по дорогам. Я думаю, вообще тогда машину не нужно продавать. Ой, покупать. И резину лучше подешевле купить. Лысую. За тысячу на декадку. Не бывает. Грустно немножко от этого. Андрей, давай перечислим средние стоимости на вот эти топ-3 услуг. Чтобы у людей было понимание. То, что если там цена в 2 раза ниже, то что-то там не то. Либо люди-дилетанты, либо что-то не то в этом. Ну, и кратко можешь сказать, если предлагают пленку в 3 раза ниже поклеить зону риска, на что обратить внимание? Что-то нет в комплекте зоны риска, либо пленка какая-то может быть. То есть на первом месте у нас стояла полировка и покрытие. Сколько в среднем стоит? Давай возьмем, наверное, сейчас растет сегмент кроссовера все-таки. Давай что-то возьмем типа NX, что-то может быть, ну, типа X5, что-то вот такого размера. Если брать японские автомобили с мягким лаком, то это кроссовер класса, да? Без глубоких царапин, ну, просто вот освежить вот хочется. Это так кажется всегда. Нам все говорят, у меня тачка, минимум пробега, состояние бомба. Приезжает по факту уже все с 7 ночи. Порядка 45 тысяч полировка, два слоя керамики, оклейка с зон под ручками дверей. Это комплексная процедура. Это с покрытием? А сколько без покрытия? Вот просто полирнуть хочется. От 20 тысяч рублей. От 20. В зависимости от глубины царапин каких-то. От состояния, да. Я понял. Так, 20, 45 это с оклейкой с зоны ручек и с покрытием в керамику? Да, да. Окей, так, зона риска. Сколько стоит без лобовухи? То есть это получается, вот как мы говорили ранее, то есть это вот у нас зона риска в полном ее комплекте. То есть это и стойки, и фары, и капот, и крылья. Так, тоже повторно. То есть попробуй, ну, и ваши цены, и вот, ну, как бы ваших коллег по цеху. Зона риска 125, 135, 95, 155. То есть даже такие зоны риска бывают. В зависимости от автомобиля. Прадик, самый популярный, да? Так, без обвеса, штатной комплектации, передняя часть без лобового стекла порядка 125 тысяч. 125 тысяч. Если человеку говорят 50, 60, 70, чего-то, значит, не хватает. Либо чего-то не хватает, либо материал, который вас не спасет от пескоструя, пожелтеет, начнет трескаться. Это, возможно, это не полиуретан. То есть антигравийные пленки, они достаточно недешевые. То есть и материал должен быть качественный. Можно ли понять, что дитейлинг, ну, как бы на уровне, что ты заходишь, а там стоит GLS или какой-нибудь УРУС, если это там про Москву? Нет. Вероятность выше? Наверное, когда доверяют, наверное, когда доверяют такие машины, наверное, это показатель. Ну, либо ты красиво говоришь, но плохо делаешь, либо хорошо делаешь, красиво говоришь. Либо одно и другое, ну, как правило, я знаю, есть ребята отсюда во руки, но тачки хорошие стоят. Я понял. Третья услуга – это химчистка у нас была. По популярности сколько стоит, опять же, это кузов кроссовера? От 15 тысяч любая химическая очистка начинается. То есть в зависимости от степени загрязнения салона, от проделанных работ. То есть это будет без разбора, с разбором, с частичным разбором. Нужно смотреть на состояние. Мы всегда оцениваем индивидуально при осмотре. То есть бывали химчистки и за 55 тысяч рублей, и за 65 тысяч рублей нужно смотреть на состояние. Потому что люди иногда приезжают в таком… Автомобиль просто стоял в огороде 20 лет. Что там нужно увидеть? И не было лобового стекла и люка. Человек приобрел кузов. То есть, естественно, там еще один огород, который стоял уже в машине. Поэтому здесь трудозатратность, мы говорим, на химчистке у нас уходит порядка 3-4 дней. Берем сразу там 2 недели. Человек, если согласен, мы начинаем приступать к работе. Ну, как правило, от 15 и пошли. Слушай, я человек, который делал там какие-то там свои автомобили, которые у меня были одни там из первых. Я помню, делал на мойках за там 3-5 тысяч. Я сейчас понимаю, что там ребята просто, возможно, какой-то одной пеной там вообще все делали. Натирали этим блестящим составом там панель мне. Делали химчистку. И, наверное, все-таки рынок всегда будет состоять из сегментов, где там есть и вот такого уровня детейлинги есть. Там, наверное, еще круче в России. Там есть и на мойках, кто детейлинг делает. Стеклами обливают. Как они говорят, да? Облить стеклом. В 30 слоев. В 30 слоев. Есть ли такая тенденция, ну, много ли, точнее, потому что это по-любому есть, это и в других сферах я наблюдаю, то, что человек на GLS, ну, он может в гараже себе заказать полировку. Да. Есть такое? Этого много? Часто ли вы, ну, потом к вам привозят автомобиль и говорят, ребят, я год назад сделал вообще, вот сейчас понимаю, это было нечего. У нас были не год назад, у нас было так, что клиент занят, говорит, блин, у меня тачка стоит там-то, я заехал, мне уже начали клеить, я думал, нашел ваше объявление, оказывается, это не фотошоп, не фотография, а это детейлинг. То есть он начал увеличивать, увидел там где-то что-то в кадре, он думал, короче, что наши фотографии, это картинки. И вот он забрал с другого места, с а-ля мойки, детейлинг, тачку и пригнал ее к нам. То есть и таких случаев достаточно много. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете про детейлинг, что думаете про детейлинг на мойках, про химчистки, там, вот в таких крутых центрах, либо на мойке. Вообще, есть ли разница? Может быть у вас мнение о том, что детейлинг это вообще воздух, это просто маркетинг, и на самом деле вот эти полировки, пленки, химчистки там дорогие, как бы это вообще не требуется. И вы всю жизнь меняли машины, и вообще эти сколы там, это просто жизнь автомобиля, и не надо обращать на это внимание. Будет очень интересно послушать, потому что я встречал разные мнения. И тот комментарий, который наберет больше всего лайков, получит у нас набор косметики для ухода за автомобилем. Я его соберу в собственноручках, и это будут материалы, которые мы используем уже порядка 10 лет. И подойдет и FITU, и GE. И GLS. И гелику за 30 миллионов. И гелику, и Урус. Ребят, напишите ваши истории, возможно, вы там сами как-то пробовали наводить марафет в своей машине, там, полировать. Я знаю то, что во многих гаражах лежат полировочные машинки, и люди сами полируют свои машины, ну, в случае, если у них там, ну, что-то они там притерли немножечко. В общем, напишите ваш опыт в детейлинге. Он есть, оказывается, у многих. Будет очень интересно почитать ваше мнение про всю эту индустрию. Обоснованные ли цены вообще в этом всем мире детейлинга. В общем, очень интересно послушать ваше мнение. Ребят, жду вас внизу. Подпишитесь на канал. Пока. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.